Хотите секрет на миллион? Именно секрет. Потому что то, что ты сейчас узнаешь, просто изменит бомбически твою жизнь. Преобразит её просто неимоверно. Но пока я скажу секрет, ты достань палец Владыке, скажи, вот Владыка, вот палец. И поэтому так тыц-тыц-тыц. Обязательно подпишись, обязательно прокомментируй. Прямо напиши семь раз благодарю, потому что это совет действительно на миллион. Я прямо тебе его даю, прямо вот бесплатно. Осталось только применить. Итак, в чём секрет, я думаю, что ты уже сделал тыц-тыц, как благодарность, чтобы подсветить нас. И те, которые в комментарии написали «благодарю», другим тоже поставьте плюсики, чтобы они тоже это почувствовали. Ну, лайкачки. Итак, в чём секрет успеха в отношениях? Два человека встречаются с одной только целью – усилить друг друга. Прямо скажи вместе со мной. Отношения, чтобы усилять. Потому что если какие-то отношения тебя ослабевают, то есть ты с кем-то общаешься, и твоя самооценка падает ниже принцесса, какой-то человек тебя берёт и обесценивает, но он это делает не специально. Он из-за того, что автоматически действует, он привык обесценивать. Например, он привык обесценивать слова мамы. И он твои слова обесценивает. Он это делает автоматически. Если он, например, раненый, он может тебя обесценивать, потому что его самооценка низкая, он тебя обесценивает. Поэтому скажи вместе со мной. Мне нужны отношения, где бы меня усиливали. Но не только эта сторона усиливает, но и я усилитель для этого человека. А что такое усилитель? Для этого мне надо знать сильные стороны этого человека. Особенно если ты руководитель бизнеса. Ты работаешь с людьми. Или ты общаешься с мужчиной. Или ты общаешься с женщиной. Твоя задача, прямо скажи, задача всех отношений усиливать друг друга. Задача всех отношений возвышать друг друга, а не прибивать. Потому что мы настолько растем в мире конкуренции, как нам говорят, что этот мир конкурирующий. А почему нам говорят? Потому что у нас всегда вызывает это состояние, что в этом мире чего-то не хватает. И поэтому тебе приходится как будто бы конкурировать. Потому что ты веришь, что в этом мире хватит не для всех. И когда ты веришь, что хватит не для всех, ты поэтому стараешься автоматически другого просто придавить. Но когда ты поймешь, что в этом мире всего достаточно, что в этом мире всего в изобилии, ты начнешь понимать, что конкуренции не существует. Потому что мой клиент придет только на меня. Он не придет на другого. И точно так же, знаешь, есть такой регулировщик, который эти машины сюда, эти машины сюда, эти машины сюда. Но не мой клиент, который не созвучен со мною, он ко мне не придет. Он придет к другому. Потому что если у человека внутри есть желание, чтобы его обманули, у него есть потребность, он найдет такого психолога, который будет из него деньги и обманывать. Поэтому напиши здесь. Моя задача. Учина. 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 Учина.